МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служители Мельпомены каждый год отмечают профессиональный праздник, День театра, 27 марта. В этом году он выпадает на воскресенье. День обещает быть наполнен творческими событиями. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня представители театра «Самарская площадь». Актриса и директор театра Наталья Носова и актер театра Геннадий Муштаков. Здравствуйте! Здравствуйте, Марьяна! В преддверии такого большого актерского праздника мы с вами собрались. Что это за день? С первого ли дня своей работы в театральной сфере вы его празднуете, отмечаете? Как это вообще? Потому что не все, наверное, все-таки зрители, даже те, кто хоть раз в жизни были в театре, знают, что есть такой день, что принято его в актерской среде даже отмечать. Ну и стойки этого праздника уходят еще в царскую Россию. Выпадал он на пост. Вот откуда название появилось «Капустник», который всегда на день театра, во всех театрах, в общем-то, проходит в той или иной мере. Вот именно родилось оттуда, что был пост, что нельзя было с коронной пищей. Капустные пироги пеклись, много разных блюд из капусты. Запивались только чаем. Запивались только чаем или квасом. Да, или квасом. Или квасом, да. И вот еще во времена Станиславского были придуманы капустники. Спектакли ведь не игрались. Да, да, это очень важно. Не игрались в спектакли. Нельзя было играть. Да. В пост нельзя было играть в спектакли. Поэтому актеры сами для себя придумывали все эти развлекательные всякие сюжеты, чтобы не потерять хоть творческую форму. Все-таки долго. Вот так вот. А я даже не знала, что не игрались в спектакли на зрителях. Не игрались. Не игрались. Смотрите, есть такая тенденция сейчас в последнее время, что раньше, как вы правильно говорите, артисты собирались как-то сами, какими-то более узким кругом, да, отмечали этот день. Сейчас это принято делать с размахом. Все-таки со зрителем как-то разделить этот праздник. Но ваш театр, Витя-Марская площадь, изначально, да, именно таким образом со зрителем отмечал свой профессиональный праздник. Ну, во всяком случае, с 2007 года, когда мы открыли свой стационарный театр, когда у нас вот свое здание уже открылось для зрителей, да, мы действительно каждый год день театра отмечаем традиционно, теперь это уже традиция, со зрителем. Это либо большой капустник, то есть большой капустник на зрителя, либо это какой-то юбилейный спектакль. У нас бывало, что это сотый спектакль или двухсотый спектакль, либо 15 лет спектаклю, 10 лет на спектакль долгожитель, слава богу, в репертуаре. В этом году мы решили сделать юбилей, то есть приурочить к юбилею Геннадия Андреевича Мужтакова, к его юбилею личному и к юбилею профессиональному, 40-летней профессиональной сцене. Двойной юбилей. Двойной юбилей получается. Вот, то есть у нас все время либо вот юбилеи, но капустники в той или иной мере все равно присутствуют. То есть даже поздравлять юбиляры, конечно, будем капустниками, коллегией нашей труппы и других театров. Отмечать день театра – это как бы инерция той старой традиции между собой. То есть в узком актерском кругу отмечать день, то есть вот именно устраивать капустники – это вот инерция как раз вот с той дореволюционной России, потому что действительно играть-то было нельзя, а играть-то хотелось. И поэтому играли для самих себя. Для узкого круга. Для узкого круга, да. Приглашали, конечно, каких-то людей, своих друзей, своих там, и именно вот это. А потом постепенно, вот я, например, уже не застал. То есть нет, ну если я и застал, то, ну года два, не больше, что вот именно день театра отмечался в узком таком профессиональном кругу. Всегда во всех театрах обязательно вот что-то такое придумывается. Либо премьера, вот многие театры премьеру поддают. Или премьера выпускается, да. У нас тоже как-то было премьеру, мы выпускали. Или действительно делаются большие полуторачасовые капустники, которые продаются как спектакли, понимаете? Слушайте, ну вот интересный такой момент. Вот когда репетируется спектакль в театре, понятно, что он остается в репертуаре и дальше идет вместе с театром. Капустник разовый. Другая, да, история? Вот мне жалко столько сил, времени, энергии. Жалко, поэтому два года показали. В одном из театров нашли еще один день. Это 1 апреля. Вот этот капустник сохранили до 1 апреля, и 1 апреля показывали еще раз. Так оно же вот, три дня разницы. В день смеха, да, еще. И все, но все равно это все. Все, вот это и жалко. Вот тот наш театр как раз показал, что мы отдали столько сил. Мы два года делали именно капустную программу. Вот, но отдав столько сил, потом это вот как-то остается за кулисами, и это жаль, и жаль своих сил. И многие хотели посмотреть, но не посмотрели. Поэтому вот стали больше делать либо юбилейный спектакль, либо премьера спектакля. Но что остается неизменным, это после сценического действия, что бы то ни было спектакль, капустник, мы обязательно переходим в фойе, где нас ждет пирог с капустой. И мы вместе со зрителями угощаемся пирогом с капустой. Идет свободное общение зрителя с актерами. Зрители страшно любят этот день и ждут именно этого момента свободного общения с актерами, когда можно подойти, пообщаться, сфотографироваться, взять автограф. То есть на День театра у нас билеты заранее продаются. То есть лист ожиданий заполнен, даже еще пока не знают, что. Вот они говорят, нам все равно, что мы хотим вместе с вами, День театра, мы ждем, вот так же, как любой другой праздник. А актеры как? Вот, может быть, молодые особенно актеры, которые не привыкли, возможно, к такому плотному общению со зрителем, вы тоже, ну, тертые калачи, да, опытные актеры. Молодые, как реагируют артисты на то, что вот она куча зрителей, которые к тебе там подходят, что-то какие-то вопросы задают. Чаще всего все равно актеры, пусть и в некоторых спектаклях взаимодействуют со зрительным залом, но не напрямую, так скажем, да, здесь получается действительно прямое такое общение. Вот молодежь, во всем случае, в нашем театре, наоборот, реагирует на это хорошо. Она раскована. Она раскована, они демократичны, им очень нравится внимание зрителей, когда к ним подходят персонально и хвалят. Вот, наоборот, актеры взрослые, когда у нас такая традиция началась, они говорят, ну, как это мы выйдем к зрителям, как бы актер должен всегда оставаться за курицами, некой тайной. Ну, у нас все проходит очень деликатно, все очень хорошо. Из года в год, вот среди этих зрителей, которые приходят, вы же наверняка встречаете тех, кто в том году был, в позапрошлом году был. Это же уже такие зрители, которые не расстаются никогда с вашим театром, в том числе в День театра. Да, в День театра, я же говорю, то есть билеты раскупают заранее, и уже даже когда еще нет билетов в продаже, еще даже неизвестно, что будет, уже есть лист ожидания, когда хотят именно 27 марта, и говорят, что бы ни было, мы придем. Даже из других городов приезжают, из областных. Вот из Чапаевска они все время сразу берут два ряда. Вот это достаточно много, я уже старалась. Это организация какая-то, если два ряда целых? Они даже не организация. Они как-то самоорганизуются там. Они как-то самоорганизуются, у них есть организаторы, да, это даже вот не организация какая-то, но вот... И едут. Да, и едут. А бывает такое, что вот на каком-то вот таком уже собрании, когда вы говорите со зрителем уже напрямую, вот поедая пирог с капустой, они какие-то там просьбы или там, ну не рекомендации, конечно, но вот какие-то пожелания свои высказывают, типа, а можете в следующем году там вот что-нибудь вот такое, вот какие-то они проявляют еще такую инициативу, активность какую-то? Ну, им, конечно, очень нравятся капустники. Очень нравятся капустники. Они всегда готовы их, но они рады любому. Вот все, что мы показываем на День театра. В прошлом году, кстати, мы после спектаклей, после капустного пирога еще ушли прям так глубоко, вечер почти в ночь, мы еще делали читку пьесы, одной потом обсуждений со зрителями было. Там уже оставались, кто хотели. Ну да. Кто хотели. То есть это не входило в обязательную программу. Могли даже те, кто не были на спектакль подтянуться. То есть у нас был заявлен в Афише, что вот там в 10 часов вечера начинается еще читка пьесы. Вот, то есть будем мы ее ставить или не будем, это было неважно. Главное, нам надо было обсудить и понять, что вот... И несмотря на все опасения, она прошла хорошо. Читка, да. Да, читка пьесы. Они так хорошо принимали, они смеяли. То есть она прошла прям вот... Ну, по ролям как-то разложили. Да, да, три человека читали пьесу. Вот и все. А значит, там из нескольких новелл стоял пьесу, да, читал. Геннадий Андреевич, еще такой к вам вопрос. Вот как к бенефицианту, да, которому предстоит все это. Вот знаю, что актеры, в принципе, ну так условно делятся на две категории. Одни любят бенефисы и говорят, что да, это полезная штука. И актеру, которому есть чем уже похвалиться и погордиться, нужно каким-то образом его выводить на первый план. Есть те, которые, наоборот, скромче и стесняются. И говорят, ну зачем это все, это все лишнее. К какой категории, может быть, к третьей, может быть, не две эти категории, этих актеров. К кому относитесь вы и как вы вообще относитесь к истории с бенефисами, такими юбилеями, когда все направлено, ну, в итоге на одного человека? Ну, мне кажется, что у каждой медали есть две стороны, понимаете. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, действительно, прожита немалая творческая жизнь, да. Хочется что-то сказать зрителю не только словами драматурга, и не только выразительными средствами, отобранными, скажем, режиссером-постановщиком. Хочется сказать еще что-то от самого себя. Вот что меня волновало все эти годы, с чем я сталкивался и что меня поразило, допустим, да, какие-то, ну, какие-то поэты, какие-то книги, какие-то мысли, какие-то чувства, которые я испытывал при чтении тех или иных произведений, да. И ты понимаешь, что театр, ну, не может этого просто взять и вот как-то реализовывать все твои, так сказать, какие-то вот замыслы. С одной стороны, вот это дает возможность, бенефис дает возможность актеру как-то быть автором собственного драматического произведения. Вот. С другой стороны, неприятная всегда часть бенефиса связана с организационными вопросами. Да, актеры не очень любят. Это просто, да, это для актера это просто, ну, смерти подобного, понимаете. Мы, как правило, ничего в этом не понимаем, поэтому, конечно, вся надежда на Наталью Юрьевну в этом смысле. Актер никогда не занимается организацией. Да, вот я говорю, нет, оно же сидит, оно же волнует, я этим не занимаюсь, но оно тревожит и волнует. И вот это и есть неприятная часть всего этого дела. Потому что ты начинаешь волноваться из-за того, из-за чего ты, в принципе, волноваться-то и не должен. Но ведь ничего не поделаешь, ведь, ну, что же, волнуешься все равно. Вот. И вот это, конечно, всегда такая несколько неприятная сторона этого дела. А это ваш первый бенефис или были когда-то еще? Нет, у меня это второй бенефис. Второй уже? Но там было как-то проще. Там был спектакль, идущий в репертуаре. Но хотя он ставился именно на мой бенефис. И по моему желанию был взят спектакль и поставлен. Вот. Вот это самая приемлемая форма, как я считаю, бенефиса. Вот. Хотя вот такая тоже не менее приемлемая. Но вот я не знаю, ответил я на этот вопрос или нет. Каждый актер все равно человек публичный, и все равно ему внимание зрителей приятно. Все остальные разговоры – это просто кокетство. Все равно мы живем и работаем ради зрителя. И не будь у нас зрителя, то и, в принципе, чушь тогда уж, о чем говорить-то. Вот. И, конечно, бенефис дает вот эту вот возможность какую-то понять, что вообще знает тебя зритель. Любит ли он тебя? Придет он к тебе? Именно к тебе. Не в театр, а именно к тебе. Хотя, конечно, театр предложат сам, весь театр прикладывает огромное количество усилий. Это и афиши, это и, ну, все, вся организационная работа. Все. То есть это, конечно, это не показатель того, что ты там чрезвычайно популярен, и на тебя поперли. Нет, ни в коем случае. Но все равно каждому актеру хочется сказать что-то сокровенное и услышать на это какой-то отклик. Это будет больше юмористическая или все-таки лирическая история? Это лирическая. Лирическая. Да. Я хочу сказать, что у нас такая форма будет впервые. Да. Потому что, как правило, мы проводили бенефис, все-таки мы делали спектакли, которые оставались в репертуаре. Было даже, что мы брали спектакль уже из идущего репертуара, где хорошая такая показательная роль. И вот это как раз был показатель, что спектакли вроде бы уже все видели, все равно пришли, потому что это твой бенефис. Было и такое, потому что разные возможности бывают, и финансовые в том числе, и временные возможности. А вот такая форма бенефис у нас впервые. Когда, в общем-то, мы шли от того, что у Геннадия Андреевича есть своя сольная программа, которую он там использует где-то по очень серьезному произведению Валентина Катаева «Алмазный мой венец». И вот здесь он действительно скажет и раскроет себя для нашего зрителя, зрителя театра «Самарская площадь», себя совершенно с другой стороны покажет. Это очень ценно, это очень важно. Я считаю, что, да, он волнуется больше, потому что он будет один на сцене. Один, не помощи, не поддержки нет. Да, это, конечно, очень ответственно, но как бы он выбрал это, и Евгений Борисович поддерживает его, когда они проводят там репетиции. Спасибо. Я думаю, что все будет хорошо. На час, амшлаг, репетируйте на час практически, да. Практически, да, потому что у нас есть плановые репетиции, которые никто не отменял. И плановые спектакли, которые тоже никто не отменял. И поэтому приходится между, так, после спектакля, и вот так. Вот оно творчество, да? Вот оно, да. Я уверена, что все будет хорошо, у нас амшлаг, билетов нет и звонят, но билетов, к сожалению, нет. Вот, но там уже посмотрим, может быть, мы и покажем еще несколько раз. Вот как раз к этому виду, может быть, есть смысл подумать над какими-то творческими вечерами тех актеров, которые, вот как Геннадий Андреевич, свои какие-то сольные программы имеют. Может быть, это тоже может быть частью репертуара, так скажем. Ну, конечно, идя вот на этот эксперимент своего рода, мы думаем об этом, о том, чтобы позиционировать актеров, те, которые хотят и которые способны делать такие монопрограммы. Даже, может быть, это не моноспектакль, а монопрограммы и творческие встречи устраиваются. Вот это одна из форм, да, взаимодействия будет. Еще не могу не спросить, вот сейчас, идя на эфир программы, говорили мы с вами о том, что получилось в кучу как-то вот в этом году все творческие праздники и события буквально с одним днем в разницу. То есть у нас 27-го день театра, день работника культуры, который уже там в пятницу начинает тоже праздноваться. 28-го числа в понедельник у нас наша премия Самарской области, это Самарская театральная муза. Вот все в одну кучу. Геннадий Андреевич, пожалуйста, что как-то снивелирован был праздник День театра. Обидно? Надо как-то что-то сделать с этим, чтобы все вспомнили, что еще у нас не меньший праздник, чем День работников культуры. И как-то делают акцент на 25-е марта, День работников культуры, поздравляют, и 27-е марта как-то ушло в тень. А наш узкопрофессиональный праздник оказался в тени большого праздника. Дня работников культуры, который объединяет все. Всех, да. Он же объединяет огромное количество людей. А мы что? Мы, так сказать, вот узконаправленный такой вот праздник. Он действительно профессиональный, он касается только людей, которые работают в театрах. Конечно, немножко обидно. Но вот несмотря на то, что узкие... Если бы разнесли их во времени, нам бы было лучше. Несмотря на то, что узкопрофессиональный праздник, но вот, допустим, День работника ЖКХ, да, вот кроме тех, кто работает в сфере ЖКХ, не в курсе, что есть такой праздник. А про День театра все-таки больше народ знает, нет? Знают. Но мы в один день еще есть об этом праздник. Вот всегда поздравления от самых высоких лиц есть в их адрес, а в адрес Дня театра не всегда. Не всегда. Не всегда. Я думаю, мы будем исправлять усердно эту ситуацию. Знаете, что прибежали вы к нам тоже с репетицией. Что репетируете? Какой процесс сейчас идет в театре? Чем занимаемся? Чем дышим? У нас очень серьезный идет процесс. Мы работаем над Вишневым садом. Ох! Работаем уже давно. Пьеса, как мне, на мой взгляд, одна из самых серьезных и коварных чеховских пьес. Коварных в смысле чеховских подтекстов и символов. Есть на чем подскользнуться. Да, это его последняя пьеса. И сейчас мы, работая над этой пьесой, понимаем, что человек уже уходил. Человек уже уходил во многом. Замыслы были одни, потом он пьесу несколько раз переделывал. И сталкиваемся мы с этим. Серьезная такая работа идет. Расскажите, кого вы играете, кого вы играете, что это? Какие роли? Я играю Любовь Андреевну. Любовь Андреевну, я играю Фирса. Серьезная драматургия, да, и опять же мы возвращаемся со всеми актерами, об этом люблю говорить, о классике российской, да, и о том, что все-таки есть какие-то более легкие, коммерческие, может быть, спектакли. Есть ли универсальная формула того, сколько в театре должно быть того и того? Или в этот год может быть так, в следующий год так? Это по желанию и руководителя, и самих актеров, и тех, кто принимает решение о том, какая пьеса будет ставиться? Нет, ну так, чтобы в один сезон мы ставили столько-то классики, столько современной драматургии, об этом речи не идет. Так планировать крайне тяжело. А вот о том, чтобы репертуарное предложение театра выстраивать с какой-то там долей процентов, это да. Но опять-таки тут у каждого театра свой путь. Мы стараемся выдерживать в равных частях, но все-таки у нас в театре на данный момент сейчас превалируют современные драматургии. Но другое дело, что если там, допустим, 5 лет тому назад нас превалировали комедии, то сейчас даже и современные драматургии у нас серьезные такие авторы, серьезные пьесы. Это и в Рыпаевской «Танец Дели», это и у Алдера два спектакля «У нас долгий рождественский обед» и «Наш городок». Горин. Горин и Герострат. Ну, то есть серьезная драматургия тоже современная. А даже уже зрители просят комедии. И тем более, что Евгений Борисович хорошо получается комедии. Ну вот он пока «Вишневый сад» взял. Но действительно такой вот к русской классике, именно классике, мы уже, ну правда вот Круткая у нас была, Круткая была, да, в постановке Керученко. Да, тоже получился хороший спектакль. Мы, кстати, вот ездили в конце года в этом сезоне, но в конце прошлого года ездили в «Старую русу» и там спектакль Круткая взял высшую награду, лучший спектакль. Прекрасно, поздравляю. Еще лучшая режиссура. Вот, то есть это две самых высших награды взяли. Вы говорите, долго репетируете. Долго это сколько? Долго. Потому что у всех свои понятия о том, как долго можно репетировать спектакль и на когда назначены премьеры, чтобы понимать, как бы масштабы. Сначала сезона. Репетируем с начала сезона. Вот. И планировали, кстати, на март. Но сейчас это перенесено на конец мая. Вот. И тому есть разные причины. И серьезная работа. То есть действительно серьезная работа, где режиссер даже берет иногда тайм-аут. Евгений Борисовича ставит же. Да, Евгений Борисовича ставит. И есть еще такая причина. Мы сейчас увеличили количество спектаклей, потому что зал у нас маленький. Спрос, слава богу, есть на спектакле. Вот. Есть момент ситуации и понимание этой ситуации, то, что финансо-экономическая ситуация в стране и в городе есть. Надо зарабатывать самим. Мы увеличили количество спектаклей. По выходным дням играем по два спектакля. И день вечер. У нас несколько сократились авиационные точки. То есть вот мы со вторника по пятницу играем, в субботу, воскресенье по два спектакля, репетиции нет, в понедельник выходной. Мы на три дня выбываем, потом опять входим. Вот. Был такой тормоз, пока мы не справились с этой задачей, что на три дня выпадать из репетиции, это много. Вот сейчас как-то мы стараемся либо локальные репетиции все-таки оставлять на субботу, воскресенье, либо как-то, то есть и сейчас вот сдвинулись с места. А то это тоже выбивало нас. Ну, театр — это здесь и сейчас и прилагаемые обстоятельства. Мы с ним справляемся, слава богу. Стараемся не выпадать даже из фестивальной жизни. Вот как раз и фестивальной жизни. Что последнее? Вы съездили перед Новым годом. Где еще были вот с начала, может быть, сезона? Потому что я знаю, что театр много гастролирует. Ну, в сравнении, допустим, с другими театрами достаточно много, большое количество гастролей. Нет, вот за первый квартал 2016 года мы никуда не ездили. Сейчас мы собираемся в мае месяце. Едем в Архангельск. Там международный фестиваль родников и слова по литературным произведениям. Ведем туда одну из последних наших премьер «Красное вино Победы». И, в общем-то, очень горды тем, что на международном фестивале они нас пригласили именно на 9 мая наш спектакль поставили. В афише мы стоим 9 мая. Мы стоим 9 мая, то есть будем представлять на международном фестивале. Вот на 9 мая Самара будет представлять спектакль. Ну, успехов желаем. Расскажите, как съездите. Еще обязательно пригласим по этому поводу. Не могу не спросить. Год кино российского объявлен в этом году, в 2016 год. Может быть, в связи с этим есть какие-то задумки у театра? Потому что я знаю, что сейчас театры стараются экспериментировать различными способами по привлечению зрителя, так скажем. Может быть, по какому-то фильму спектакль есть желание поставить? Или каким-то образом поучаствовать еще в годе кино? У нас на год кино планируется мероприятие, но оно вряд ли вы можете назвать театральным экспериментом. Возможно, еще будут какие-то мероприятия, потому что, по-моему, общегородские были планы у департамента культуры проводить общегородские. Конечно же, мы тогда в этом поучаствуем с удовольствием. А пока есть у нас еще одна такая стезя у нашего театра. Мы работаем очень плотно с обществом инвалидов. И вот для детишек, которые привыкли ходить к нам в театр, уже наш театр любит. И, приходя, сообщают, кто из них продвинулся в своих успехах. Мы будем проводить летом фестиваль, двух- или трехдневный фестиваль. Есть у нас коллекция фильмов с тифлокомментариями, которые еще Миша Самарский подарил, которые могут смотреть дети слабослышащие, слабовидящие. И будем делать такой фестиваль. И, конечно же, с участием наших актеров, то есть вначале это будет какое-то театрализованное действие, и потом будем показывать фильмы для детей, для семейного просмотра. Слушай, это большая социальная нагрузка такая. Да. Хорошая. Ну, мы вот, так сказать, уже полюбили их, а не нас. И, несмотря на то, что программа там закончена по безбарьерной среде, но мы продолжаем с ними работать, потому что театр готов для приема маломобильных граждан. И, значит, они должны ходить, значит, мы должны что-то как-то их заинтересовывать. Они с удовольствием к нам ходят. Это будет вот летом, как раз, когда театр, может быть, спектакль не играет, но так. Спасибо вам огромное, что пришли. Поздравляю с наступающим днем театра. Спасибо. Не только с Днем работникам культуры, но и конкретно с профессиональным праздником. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!